Всем привет! С вами Екатерина Ветра и вы на канале Bastic Mau. Сегодня я снова буду начинать новые раскраски. Давайте посмотрим, какие раскраски я выбрала на этот раз. Итак, первая раскраска. Это вот такая вот беленькая, светленькая, очень-очень давно купленная и еще не начатая. Называется она вот как-то так. Мэйдоу Хевен, я не знаю, как это правильно прочитать, от Адель Лориен. Я думаю, многие видели эту раскрасочку. Очень красивая, фэнтезийная. В основном здесь присутствуют волшебные герои и это эльфы, разные животные, феечки и всякие лесные существа. В этой раскраске я выбрала целых три иллюстрации. Но я просто не смогла определиться, какую же иллюстрацию я хочу раскрасить. Первая иллюстрация это вот такая вот зимняя милая феечка. Точнее это, наверное, больше эльфик. Следующая иллюстрация это вот такая вот иллюстрация с девочкой-лисичкой. Мне кажется, это кицунэ в каком-то человеческом воплощении. И третья иллюстрация это вот такая вот, очень атмосферная. Она мне очень нравится. И я не знаю, какую иллюстрацию я выберу. И что-то мне подсказывает, что скорее всего это будет вот эта иллюстрация. Нравится мне этот антураж вот этой путешественницы. И вот такие вот три иллюстрации я выбрала в этой раскраске. Какую-то из них я обязательно раскрашу в этом видео. Как я и сказала, в сегодняшнем видео раскраски касаются именно фэнтези и сказок. Вот опять-таки такая же раскраска. Очень похожая на предыдущую, как мне кажется, и по стилю, и по тематике. Это у нас Крис Артега. A Colourist Kingdom. Первая часть. Я знаю, что у нее еще есть вторая часть. Такая вроде сиреневенькая какая-то или бордовенькая. Про готику, по-моему. Что-то готическое там. Но ее у меня пока что нету в моей коллекции. Здесь я также выбрала несколько иллюстраций. Но уже поменьше всего две. Первая это вот такая вот эльфиечка. Понравилась она мне. И я уже даже вижу, как я ее хочу раскрасить. Естественно, она у меня должна получиться к такой лесной, волшебной. Может быть даже местами яркой. И вторая иллюстрация. Это вот такая вот суровая девушка с мечом. Либо это, либо это. Куда меня больше потянет, то я и буду раскрашивать. Вот такие две иллюстрации в этой раскраске. И следующая раскраска нисколько не менее фэнтезийная. Это у нас поп-манга. Все ее знают. От Камилы де Рико. Про драконов. У многих раскраска эта есть. У многих есть не одна ее книга. Но вот у меня только одна. В моей коллекции больше нету. Здесь я выбрала всего одну иллюстрацию. Все-таки определилась и выбрала одну. Это вот такое вот непонятное существо. И как мне кажется, очень похоже на кролика. Потому что сидит оно на морковках и ест морковку. И конечно морда очень кроличья. Заячья или кроличья. Я подумала, что раз у нас Новый год. Год грызуна, год кролика и кота. Я решила раскрасить в честь нашего наступившего Нового года. Вот это существо. Очень милое. Должно получиться необычно. Потому что, ну блин. Что? Что здесь обычного? Просто что-то очень милое и странное. Посмотрим, как оно, это существо у меня получится. И очень мне нравится, кстати, вот эта черепашка. Прямо она такая милая. Ее так и хочется раскрасить. Очень часто, кстати, встречаются в таких мифологических раскрасках такие животные в виде черепах, на которых у нас какой-то мир изображен. Красиво. Во всех предыдущих таких видео у меня всегда фигурировали только три раскраски. Но это видео исключение из правил. Я выбрала четыре. А все потому, что я не смогла определиться, какую раскраску мне взять. И подумала, что данная раскраска, ну, очень подходит под тему фантастических миров. И да, это, конечно, у нас Джоанна Бесфорд и ее фантастические миры. Давно, очень давно я не раскрашивала ни одной книги Джоанны. Лежат они у меня спокойненько на полочках. Я думаю, я не одна такая. И у многих сейчас, на данный момент, Джоанна очень редко появляется в обиходе, так скажем. Ее кто-то раскрашивает. Но я все-таки решила исправить это недоразумение и еще раз вернуться к Джоанне. И здесь, как ни странно, я выбрала тоже несколько. Две. Несколько. Звучит много. Но выбрала всего две. Первая иллюстрация это вот такая. Когда я увидела эту картинку, мне в голову сразу пришла очень интересная идея, как ее воплотить, эту идею, в эту картинку. Ничего особенного. Но смысл в этой картинке будет, если я ее возьмусь раскрашивать. Конечно, если я начну эту раскраску в данном видео, если я успею или у меня будет желание начать четвертую раскраску, я, наверное, скорее всего, раскрашу эту картинку. И там уже вы увидите, я вам покажу, какую идею я уже заложила в эту иллюстрацию. Ну и следующая иллюстрация, которую я здесь выбрала, вторая, это вот такой замок волшебный. Нравятся мне эти домики на деревьях. Они мне всегда кажутся какими-то сказочными и волшебными. И представляется мне эта картинка очень зеленой. Прям дерево посреди очень густого леса. Не знаю, буду ли я приступать к этой раскраске в этом видео. Но я очень постараюсь, но не обещаю. Просто я на этот раз действительно не смогла определиться, какую раскраску мне выбрать из этих. Оставила четвертую на всякий случай. Вдруг захочется. Ну, конечно, думаю, что начну я в обязательном порядке вот эти три. С какой первой я точно не знаю, но скорее всего это будет именно Крис Артега. Вот хочется мне почему-то начать с нее. Если вам интересно, то, конечно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Ну, а я начинаю свои новые раскраски. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Очень-очень необычный персонаж. Естественно, в честь наступившего Нового года, как я говорила. Вроде бы это и кролик, вроде бы заяц. Что-то очень даже какой-то сказочный. И, как видите, я уже начала здесь морковочки раскрашивать призмами. И хочу вам сказать, что очень-очень довольна тем, как здесь ложатся призмы. Когда я начала раскрашивать, я просто обалдела. По-моему, у меня нет еще таких раскрасок, в которых призмы так бы классно ложились. Это просто, ну я не знаю. Ну это лично мое мнение, не знаю уж как у вас, для вас. Но это вот, вот это вот издательство иностранное. Блин, немножко что-то запачкалось оно тут все. Что это такое? И призмы, повторюсь, ложатся просто потрясающе. Мне очень понравилось. Мне было очень приятно раскрашивать вот эти морковки. Сейчас я перейду уже раскрашивать самого зайчика. Но сначала я раскрашиваю, доделаю ботву у морковки. Как видите, она у меня синего цвета. Все почему? Потому что очень необычный персонаж. Тем самым решила сделать вообще картинку по цветам необычную. Ну чисто морковки только оранжевые. А все остальное у меня будет все такое прикольное. И у персонажа я уже знаю, какой будет цвет. И тоже будет довольно необычный. В общем, на таком вот я сейчас этапе. Не знаю, буду или нет включаться. Вот, кстати, после этого сейчас я покажу вам, как я раскрашивала вот эти морковки. И далее, я не знаю, получится или нет у меня включения. Если получится, обязательно вставлю. Если нет, то ну что поделаешь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Думаю, что очень даже неплохое Надеюсь, я не сильно долго рассказываю об иллюстрациях Я стараюсь как можно побыстрее и поменьше болтать Вторая раскраска, которую я начинала в этом видео Это поп-манго Про драконов и других разных мифологических существах Здесь, как вы помните, я начала вот этого вот кроля Как же он мне нравится Какой он у меня получился яркий, красивый и сочный Несмотря даже на такой темный фон Я максимально хотела сделать его очень необычного цвета И как видите, морковки у меня также необычные Да, они оранжевые, но ботва у них, естественно, необычного цвета Я думаю, что этот зверек живет где-нибудь на какой-нибудь Пандоре На какой-то другой планете, я не знаю Но точно не у нас Какой-то он, это зверек у меня из параллельной вселенной Ну, я его так, по крайней мере, представляла И морковки у них там с синей ботвой, да Делала я его призма-колорами и фон это гуашь Также у меня скоро выйдет хобби-влог В котором я показываю, как я раскрашивала или как я начинала раскрашивать данный фон Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить Ну, а так я безумно довольна этой раскраской, этой иллюстрацией Я уже говорила, что я просто была очень удивлена, как ложатся здесь призма-колор Мне очень это понравилось, здесь раскрашивать именно этими карандашами Бумага, естественно, ничего не пропускает Конечно, не акварель, это гуашь на фоне Но все-таки, немножко, конечно, покоробилось Но мне кажется, акварель тоже здесь будет себя вести хорошо Но я решила все-таки делать в основном здесь фон гуашью Потому что я сейчас хочу как можно больше раскрашивать гуашью Ну, нравится мне этот материал Очень уж удобен он лично для меня Ну, а пока что вот такой кроль у меня Первая иллюстрация в этой раскраске получилась Я довольна И надеюсь, что он вам тоже понравился Следующая раскраска, третья Это у нас Адель Лориен Fantasy Art Coloring Book Красивая раскраска, но не без недостатков Здесь у меня получилась вот такая вот красавица-путешественница Тоже эльфийка Да, в этом видео у меня одни эльфы, по-моему, получились Ну, помимо кроля Фэнтезийная у меня сегодня тема Вот такая вот прелесть Также я старалась здесь придерживаться одной цветовой гаммы Надеюсь, что это у меня получилось Я хотела фон весь сделать одним вот таким вот оттенком Потому что думаю, ну, многие понимают, что здесь, если я начну Все вот эти мелочи, которые на фоне раскрашивать разными цветами Вот все эти палубы, не знаю, что это, дерево, железо Вот если каждую мелочь я бы прорисовывала Во-первых, это было бы намного дольше Во-вторых, мне кажется, главная героиня, она бы потерялась Поэтому я решила выделить ее вот таким вот образом Сделав фон одним цветом, одним тоном А ее, как бы, немножко на контрасте, да, сделать такой вот цветной Но мне нравится и подбор цветов, и как все это получилось Но единственное, мне не понравилась сама раскраска Раскраска тем, что она вся разваливается Вот, да, она вся разваливается, честно Как видите, я вот здесь вот проклеила уже все скотчем Почему? Потому что, во-первых, это раскраска на перфорации То есть сами листочки, они перфорированные Ну вот, они отрываются И перфорация очень-очень никакая Она вообще не держит листики Если ты часто открываешь и закрываешь То перфорация начинает отрываться сама по себе И если бы не скотч, то уже бы все нафиг отлетело И соседние листочки точно так же Это первое Второе, проклейка Это раскраска на проклейке И проклейка тоже никакая И, как видите, я ее сломала, можно сказать Вот здесь, на этой иллюстрации И все, и листочки стали отваливаться Точно как в бьюти-хоррор так же И пришлось еще и здесь посередине проклеить Я боюсь уже листать дальше Здесь также перфорация уже выгибается В общем, все выпадает И перфорация, и проклейка В общем, все листики выпадают Ну да ладно, не будем к этому придираться Да, это недостаток Но все-таки мне понравилось раскрашивать здесь Здесь иллюстрации Как мне показалось, не такие уж большие Вот, по крайней мере, эту иллюстрацию я быстро сделала Карандашики, конечно, ложатся чуть хуже, чем в предыдущей В поп-манге Но они ложатся, да Здесь я использовала призма колор И на фоне, кстати На фоне я использовала дервент инктенцы Ну, как мне кажется, инктенцы везде прекрасно ложатся Особенно если с размытием Мне понравилось Хоть где-то я использовала какой-то иной материал Такой, как инктенцы А то вечно призмы Акварель, акварель, гуашь, призм Все, больше ничего Но все-таки есть раскраски, где карандаши ложатся еще хуже Так что я вполне довольна Единственное, я недовольна именно качеством самой раскраски В плане проклейки и перфорации И как вы помните, четвертую раскраску я выбирала Джоанну Бесфорд Фантастические миры Я ее начала Сейчас я вам показывать не буду Но покажу ее в готовом виде Уже в готовых иллюстрациях Надеюсь, что это видео не заставит себя слишком долго ждать Так что решила не затягивать с этим видео И оставить Джоанну уже на потом В общем, вот такое видео у меня получилось Надеюсь, оно вам понравилось Ставьте обязательно лайк Мне будет очень приятно Также подписывайтесь на мой канал Если вы еще не подписаны Здесь вас будут ждать еще более интересные видео Обязательно напишите в комментариях Какая иллюстрация вам понравилась больше всего И вообще, понравилось ли вам Как я начала эти три новые раскраски Лично я довольна началом Довольна иллюстрациями И, конечно же, довольна раскрасками Несмотря даже на какие-то их недостатки Потому что я их купила Они у меня в коллекции И я их очень люблю И желание раскрашивать в них У меня никуда не пропало Вдохновения вам и хорошего настроения Всех вас очень люблю И спасибо, что вы со мной Мирного неба всем над головой И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok